Принятие программы социально-экономического развития региона завершило формирование бюджета области. Председатель областного совета Андрей Шишацкий уже в начале сессии отметил, что нужно привыкать жить посредством. Тем не менее, депутаты надеются, что принятый финансовый документ будет программой развития региона. Объем промышленного производства в области в 2011 году должен вырасти на 5%, фонд оплаты труда на 8%. Также были приняты программы по конкретным направлениям, которые позволяют, по мнению председателя облсовета, говорить о бюджете развития. Бюджет развития сегодня предусматривает все-таки действительно развитие. Именно будут предусмотрены, кстати, и ремонт школ, и строительство школы. Мы не только закрываем школы, и строительство школы в изумрудном городке. К развитию я бы еще отнес из таких значимых, это строительство водовода в город Комсомольское Старобешевского района. Я планирую все-таки, чтобы водой нормально был обеспечен Старобешевский район, возможно, дальше и Тельмановский. И водой качественной из канала от Великонадульской фильтровальной станции. Вот это я такие вот вещи значимые отнес бы к бюджету развития. Ну и развитие сетей для того же доступного жилья, функционирования бизнеса, я бы тоже считал, что это приведет к определенному развитию территории. Если в 2010 году стояла задача преодоления последствий кризиса, то в 2011 нужно уделить больше внимания улучшению качества жизни населения. Об этом говорили депутаты на сессии. Одна из главных задач – борьба с бедностью. Не все знают, что по меркам мирового сообщества большинство украинцев живет за чертой бедности. У нас больше 50% расходуется на питание, продукты. А если более 30% по мировой опыту говорит, это уже относится к бедности. Поэтому, естественно, мы далеки еще от нормального уровня жизни. Мы ниже и Белоруссии, и России. И в части доходов, и в части возможности купить на эти доходы продукты питания, услуги, одежду и так далее. Поэтому, конечно, преодоление бедности – это задача номер один для страны. Потому что я вообще сторонник того, что, знаете, когда идет программа, как бы упоминали, что такое звучало, что если закрыть нерентабельные школы, можно купить столько-то компьютеров, можно купить, отремонтировать что-то. Вы знаете, я сторонник направления сэкономленных средств, я думаю, это бы люди лучше поняли, и учителя, на заработные платы. Действительно, в 2011 году прогнозируемый среднемесячный уровень заработной платы в Донецкой области должен составить 2850 гривен, что на 11% больше, чем в прошлом году, и даже должно перекрыть рост инфляции. Также на сессии были приняты программы поддержки малого предпринимательства и строительства доступного жилья. Сергей Болдырев, Первый муниципальный. Продолжение следует...